Небо Земли Часть пятая Вторая волна, 300 метров От Останкинского пруда, в котором пресная вода сменилась на соленую океаническую, до телебашни было 400 метров. Выстрелы прекратились, но только на улице. Из самой же башни глухо доносились звуки стрельбы. Юра, Катя и Саша повернулись к западу, когда ощутили сильный порыв ветра оттуда. Порыв оказался вовсе не порывом, а продолжительным перемещением воздушной массы, которая и не думала стихать. Воздух шел с запада на восток. Небо снова начало заволакивать. Луна сейчас находилась на противоположной стороне Земли. Но из-за того, что спутник своей гравитацией вытягивал воздушную и водную среду в свою сторону, образовывая из этой среды эллипсоид, в который была помещена Земля, эффект прилива создавался одновременно на той стороне Земли, где была Луна, прямо под ней, и на противоположной стороне. Тени облаков бежали по руинам Москвы. Голубое небо заволакивало на глазах. Спасающихся птиц в этот раз не было. «Бежим!» – крикнул Юра. Троица рванула к Останкинской башне, позабыв о страхе быть расстрелянными. Перебежав через улицу Академика Королева, они оказались возле поваленного металлического забора, за которым начиналась огромная по площади лужайка. Лужайка, засыпанная мусором, тянущаяся до самой башни. В траве повсюду лежали трупы. Юра первым прошел по заваленному забору и, перешагнув на его верхушке колючую проволоку, оказался на газоне. Ветер усилился, а небо почернело. С разных сторон по газону к башне побежали люди. Несколько человек миновали улицу Академика Королева и, не обращая внимания на осторожно перешагивающих через колючую проволоку, нагруженных рюкзаками Сашу и Катю, пронеслись по этому же забору. Один из людей застрял, зацепившись штанами за проволоку. Второй не стал его ждать. Побежал, не сбавляя скорости. Первый, разорвав штанину, бросился следом. Гречкин бежал впереди, за ним Саша, а следом Катя. До башни оставалось метров сто. Саша посмотрел вверх, на уходящий в тучи шпиль. Выше смотровой площадки телебашни, саму антенну видно не было. Грозовые тучи летели на высоте около четырехсот метров и скрывали ее. Чем ближе Юра, Саша и Катя подбегали к башне, тем больше лежало расстрелянных людей. Под десятью огромными железобетонными опорами ногами башни раньше находился застекленный вход. Теперь же вместо него остался лишь бетонный каркас. Грохот надвигающейся волны уже было слышно. Прилив начался раньше, на два часа. С улицы возле входа было видно начало лестницы наверх. Той самой, ведущей на смотровую площадку, на высоту более трехсот тридцати метров. Ширина этой лестницы чуть более метра. А состояла она из тысячи семисот четырех ступеней. Подъем и спуск по такой лестнице у неподготовленного человека занимал около трех часов. Возле лестницы стоял жуткий крик дерущейся толпы. А народ все подбегал и подбегал, наваливаясь на эту живую массу. На самой лестнице образовалась страшная давка. Сверху раздавались выстрелы, крики и стоны. Трупами был усеян весь первый этаж входа в башню. Гречкин тут бывал не раз. «За мной!» Сказал он и побежал, перешагивая тела вокруг лифтов, расположенных в центре помещения. «Сюда!» Он заскочил наверх по другой, уже широкой пологой лестнице, ведущей на второй этаж здание под башней. Само это здание, окруженное десятью опорами башни, являлось музеем телевидения. На втором этаже никого не было. На полу валялись экспонаты старинного теле и радиооборудования. Юра подошел к лифтовой шахте. «Нож давай!» Сказал он Саше. «Васечкин протянул Юре лезвие». Гречкин вставил его между дверей в шахту лифта. Потом положил на пол сумку и достал оттуда ножку стула. «Держи!» Юра схватился за рукоятку ножа и потянул на себя. «Сой!» Васечкин сунул ножку в образовавшуюся щель. Уперевшись спиной в часть торчащей сзади стены, Гречкин поставил ногу в торец двери шахты и принялся оттолкать дверь. Васечкин помогал раздвигать руками. Когда двери разъехались на полметра, Саша сунул ножку стула между ними, как распорку. «Все! Бегом внутрь!» Скомандовал Юра. Но голос его заглушил поток воды, обрушившийся снаружи на стены телебашни. Юра, Саша и Катя заскочили в лифтовую шахту. Гречкин выточил ножку стула и двери сомкнулись. Сверху со всех сторон текла вода. Грохот и шипение не позволяли слышать друг друга. Впереди болтались лифтовые тросы, а под ногами в метре начиналась крыша лифта, стоящего на первом этаже. Юра крикнул на ухо Саше, чтобы надевали гидрокостюмы. Катя с братом в тесноте, толкаясь за спиной Гречкина, сняли верхнюю одежду и кое-как начали натягивать на себя резиновые костюмы. В это время Гречкин насосом накачивал надувной матрас, который не поместился в узкий помост перед самим вертикальным тоннелем шахты и свисал краем на крышу лифта. Юра изо всех сил качал ногой педаль насоса. Когда Васечкин надел костюм, он сменил Юру, чтобы тот тоже переоделся. Вскоре все трое, стоя уже по колено в воде, были в гидрокостюмах. Стопы начало покалывать от холода. Температура воды в северной части Атлантического океана не превышала 15 градусов. Матрас медленно выплыл в шахту и уперся в тросы. Взяв сумки, все трое по очереди вышли на крышу лифта и сели на матрас. «Смотри, чтобы он не терся от тросы!» крикнул Юра на ухо Саше. «Руками регулируем положение!» Перебирали руками по металлическому тросу, а холодная вода заполняла шахту. Все быстрее и быстрее, поднимая людей. Текло со всех сторон. Струи воды текли на головы. Били откуда-то сбоку напором. Внизу из подвала поток воды был самый мощный. Он в основном и заполнял шахту. Скорость подъема стала такой, что Катя, не удержав равновесие, свалилась с матраса в воду. Васечкин помог ей залезть обратно. Юра следил, чтобы матрас не распорола об тросы или край шахты. За час, проведенный в такой холодной воде, даже в гидрокостюмах можно получить серьезные проблемы со здоровьем или умереть от переохлаждения. Внутри было темно, и практически ничего не видно. Шахта уходила вверх, сужаясь в точку из-за перспективы. Из точки этой падала не только вода, но и слабые лучи света, дающие возможность разглядеть хоть что-то. Заканчивалась шахта на уровне смотровой площадки, на высоте приблизительно 340 метров. «А если шахту затопят полностью?» – крикнул Васечкин, повернув голову к Юре. «Я не знаю, что тогда делать!» – ответил Гречкин, не переставая перебирать руками. Саша начал считать в уме скорость, с которой вода поднимает их вверх. У него вышло приблизительно полметра в секунду. «Мы поднимаемся уже несколько минут!» – кричал Саша. «Значит, мы на высоте метров 80-100!» Катя снова чуть не упала, но успела обхватить Гречкина за грудь. «Лучше держись за меня!» – крикнул он ей, чуть повернув голову в бок. «Волна метров 250!» – кричал Саша. «На нас сверху льется! Почти с самого верха!» Матрас периодически сносил оток тросом, ток стенки шахты, из которой на стыке бетонных плит торчали обода перетяжки, зацепившись за которые, матрас бы тут же разорвался. Но шахта 3 на 3 метра позволяла балансировать. Юра и Саша удерживали положение метрового по ширине и двухметрового по длине матраса в пространстве между тросами и стенами. Сумки с вещами и баллонами болтыхались в воде на поверхности. Васечкин первый стер руки в кровь, а уже спустя минуту кожа слезла на ладонях и у Гречкина. Но будучи во власти адреналина, на боль никто не обратил внимания. «Да какой же она высоты?» Крикнул Саша, когда уже стало возможным разглядеть конец шахты вверху, метрах в пятидесяти. Подъем занял девять минут. Когда давление воды снизу ослабло, матрас слегка подскочил над поверхностью и тот же приземлился обратно. Шум не стихал. Теперь после остановки, да еще и на высоте, стало ощутимо дрожание башни, держащий удар трехсотметрового потока. «Кажется, все!» Сказал Юра. «Кать! От меня уже можно отцепиться!» Девушка взялась руками за тросы. Матрас колыхался на воде, поэтому все же приходилось держаться. Вещи дрейфовали у противоположной стены за тросами. «Юра!» Катя поднесла губы к уху Гречкина. «Ты спас нас! Спасибо!» «Не благодари!» Крикнул он ей практически в лицо. «Еще рано говорить о спасении! Но я рад помочь, да!» «Теперь сидеть тут, пока поток не спадет!» Спросил Саша. «Да! А потом мы, по идее, должны начать опускаться!» Крикнул Юра. Через час стало ощутимо холодно. Чтоб не касаться воды стопами, сидеть пришлось, поджав ноги. По ощущениям, вода была значительно ниже 15 градусов. Градусов 10, не выше. Катя растирала стопы руками, а зубы ее стучали. Саша с Юрой с двух сторон обняли девушку. Прижимаясь друг к другу, они сохраняли больше тепла. Сидели в грохочущей, холодной, бетонной вертикальной трубе, практически во тьме. Свет слабо сочился откуда-то сверху, слегка озаряя мрачные серые стены. «Все те люди внизу!» Дрожащим голосом произнесла Катя. «Они все утонули, все погибли!» «Что?» Крикнул Юра, подставляя ухо. «Все они утонули, говорю!» Крикнула Катя. «Да, чуть не утонули!» Ответил Васечкин, не расслышав сестру. «Повезло нам!» Через два часа вся троица тряслась от холода, а голова гудела от непрекращающегося шума. «Поток уже должен начать уходить!» Крикнул Саша. «Что-то долго!» «Никому поток ничего не должен!» Ответил Гречкин. Но вскоре вода и правда начала уходить. Юра в этот момент держал трос и первым это заметил, потому что рука его медленно начала подниматься вверх. Неожиданно по всей шахте лифта зазвучал противный свист. Настолько громкий, что высокие звуковые волны его частоты рассекали низкие волны грохота потока и врезались бритвой в мозг. Сморщив лицо, Васечкин тут же объяснил природу свиста. «Из шахты и других полостей башни уходит воздух!» «Держи трос!» Крикнул Юра и спрыгнул в воду. Проплыв пару метров до рюкзака, Гречкин достал три кислородных баллона и три чехла для них, чтоб можно было прицепить за спину. Рюкзак он застегнул и оставил болтыхаться на своем месте. Никуда не денется. Космонавт вернулся к матрасу. Саша с Катей взяли по баллону. «Чувствуете?» Сказал Саша. «Тяжело дышать становится!» Юра, держась за тросы, залез обратно на матрас. «Надевайте эти штуки на тело!» кричал Гречкин, протягивая им крепеж для баллонов. «Вот тут застежка! Ее надо вперед! А это вот назад! Я знаю!» Ответила Катя, надевая на себя крепеж, в который она заранее поместила баллон. Девушка взяла клапан в рот и показала большой палец вверх. Васечкин повторил за сестрой, пока Юра держал трос. Гречкину стало совсем невыносимо. В глазах начало темнеть. Саша взялся за трос, а Юра моментально нацепил баллон и принялся жадно вдыхать воздух. Свист закончился через несколько минут. Конечно же, вакуума ни в шахте, ни в башне не было, но большая, подавляющая часть атмосферы ушла вслед за луной. Гул и грохот тоже прекратились, как и все звуки. В шахте наступила полная тишина. Но звон в ушах людей все еще стоял из-за повреждения шумом нервных окончаний во внутреннем ухе. Впрочем, этот недуг хоть и неприятен, но не опасен и продлится недолго. Спуск занял 10 минут. Из шахты они вышли, уже не используя нож и ножку стула. Вода под давлением выдавила двери, а когда поток уходил, унес их бог знает куда. На полу музея телевещания принципиально ничего не изменилось. Только мусор был раскидан в другой конфигурации. А вот за окном, и без того многострадальный город, исказило еще сильнее. Все горы разрушенных домов, оставшиеся от первой волны, теперь были размазаны более-менее ровным слоем по поверхности. Слой этот достигал высоты полтора-два метра. Немногочисленные монолитные сооружения с сорванной обшивкой, как стояли до этого, так и стоят. Первый этаж, тот, где расположен выход на улицу, был завален более чем метровым слоем. Спустившись по широкой лестнице, насколько это было возможно, Юра швырнул сумку и рюкзаки вперед, а потом, встав на четвереньки, стараясь опираться на наиболее устойчивые куски мусора, в этой бесконечной свалке, пополз к лестнице на смотровую площадку. Саша и Катя полезли следом. Гречкин дополз до своих вещей и снова швырнул их вперед. Через несколько минут из-за поворота показался проход на лестницу. Катя закашляла. Клапан выпал у нее изо рта и девушка начала давиться. Брат помог ей вставить его обратно и обнял, прикрывая рукой глаза. Долго находиться в такой позе было невозможно. Жестом Саша показал ей, что надо ползти вперед к проходу, возле которого в куче камней, мебели, досок и прочего мусора торчали тела с отпечатавшимся предсмертным ужасом на лицах. Весь проход был забит людьми. Руки, ноги, головы переплетались в клубок из мертвецов, в клубок, которым был заткнут вход. Вода, убившая сотни людей, уходя, смыла их тела вниз, в итоге забив трупами узкий лестничный проем. До какой высоты лежали утопленники на лестнице, понять было невозможно. Черная лестница. Гречкин подполз к завалу из тел. Кое-как, распершись ногами, он схватил один труп за руку и потянул. Между телами и верхним порогом появилась щель. Он взял рюкзаки и принялся проталкивать их в зазор на лестничную площадку. Потом повернулся к Васечкину и жестом руки показал, что ползли следом. Юра привстал и, хватаясь за мертвецов, полез во тьму метрового по ширине лестничного прохода. Лестница поднималась на полтора метра вверх, выходила на площадку, с которой поворачивала в противоположную сторону. Снова выходила на площадку и снова поворачивала, так же, как в подъезде любого жилого дома, только шириной было гораздо уже. Юра прополз до первого пролета. Он повернулся и подтащил на себя сумку. Васечкину он показал, чтобы брали по рюкзаку и так же толкали или волокли за собой. На второй лестничной площадке плотность тел стала чуть меньше. Юра повесил сумку себе на шею и понял, что он может распрямиться. Выше была кромешная тьма. Гречкин вытащил телефон из джинсов, убранных в сумку, но тот не работал, потому что промок. Оглянувшись, он увидел сзади, в сумраке, сквозь шевелящиеся тела, копошащегося в них Васечкина. Юра протянул ему руку и протащил парня полметра. Саша, в свою очередь, помог преодолеть самый плотный нижний завал из тел, Кате. Перебирая перед собой руками, Юра полз на коленях, поднимаясь по телам все выше и выше, начиная с четвертой площадки, то есть со второго этажа, он смог встать. Из-за отсутствия атмосферы, Гречкин не мог общаться с Сашей и Катей, а теперь еще и в кромешной тьме потерялась возможность их видеть. Почувствовав, что кто-то схватил его за ногу, космонавт обернулся и нащупал руку, мужскую, Сашину. Васечкин поднес свою голову к голове Гречкина, сделал глубокий вдох, убрал клапан баллона от арта и выкрикнул Юре в ухо. «Мы в норме! Поднимаемся!» Гречкин хлопнул парня два раза по плечу и продолжил, выставив руки вперед, продираться через пока еще свежих утопленников. Скоро это все начнет гнить и разлагаться, источая невероятную вонь, которой можно отравиться вплоть до смерти. С каждым лестничным пролетом идти становилось все легче. Клубок трупов закончился на девятом пролете. Дальше утопленники встречались, но редко. То Гречкин споткнется от тела, то, ведя рукой по перилу, нащупает перевесившегося мертвеца. После таких случаев он поворачивался к Саше и касался его рукой, давая понять, чтоб тот перешагивал. Саша также передавал информацию Кате. Поднимались очень медленно, еле-еле волоча ноги с непривычки. Через 20 минут подъема вслепую, пришло время менять баллоны. Заодно и присели на ступеньки, передохнуть. Мышцы ног забились из-за выделившейся молочной кислоты, продуктом неполного окисления глюкозы, вызывающим утомление и боль. В кромешной тьме и тишине, сводящей с ума, поднимались они по ступеням. Самые важные органы чувств, зрения и слух, теперь не могли передавать информацию о внешнем мире мозгу. Единственное, на что можно было полагаться, это осязание. Васечкин шел за Юрой, но спустя 10 минут после смены баллонов, он уже понятия не имел, на каком от него расстоянии находится космонавт. Катя была сзади. Девушка держалась рукой за баллон брата, чтобы не отставать. Когда ты не можешь нормально ориентироваться в пространстве, когда ты ничего не видишь и не слышишь, находясь в черноте бетонных стен, а под тобой сотни насильственно погибших людей, по которым ты только что буквально полз, неуклюже извиваясь, как опарыш, а впереди только смерть и разрушение, то страх, а точнее ужас, неописуемый ужас лезет в сознание, спутывает мысли, царапает разум, скребет когтями по черепной коробке, сводя с ума. Ты теряешь ощущение времени и пространства. Ты не понимаешь, сколько уже прошел и сколько еще идти. В таких условиях стирается грань реальности, и ты оказываешься в сюрреалистичном, искаженном, уродливом мире. Есть только ощущение периодического, встречного удара в подошву ноги от ступеней. И эти перила, по которым ты перебираешь рукой. И мысли, гнетущие, черные, как все вокруг мысли о смерти. В любой момент покинуть это место невозможно. Позвать на помощь некого и нечем. Нужно просто идти дальше по этому призрачному пространству. Ноги с каждым шагом болели все сильнее. Саше показалось, что прошло уже более получаса. Где Гречкин? Васячкин остановился. Он повернулся к сестре и слегка потянул ее вниз, давая понять, что надо посидеть. В страхе, что воздух может закончиться внезапно, Саша поменял баллон себе и Кате. Через пару минут парень дернул сестру за руку. Пошли, пора. На сидящего на ступенях Гречкина Саша наткнулся через 20 минут. Юра жестами предложил снова отдохнуть, а вскоре они продолжили подъем. Через час Саша уже не понимал, наяву ли все это или во сне, жив ли он или мертв. Если существует ад, то он вполне может быть в виде бесконечной лестницы во тьме, где все, чем может занять себя разум, это счетом ступеней. Час, два, день, месяц, год, век. Бесконечно. Небытие в таком случае выглядело бы спасением. Что, если тьма не закончится никогда? Шлепая босыми, замерзшими ногами по бетону, Васечкину казалось, что он провалился в бессознательное состояние, и время перестало существовать. Нет ни прошлого, ни будущего. Есть лишь этот застывший момент, в котором отпечаталась черная пустота. Жажда. Физиологическая потребность смогла, если не вернуть, то приблизить Сашу, а скорее всего, все, что испытывал он, испытывали его спутники, к ощущению реальности. Сильная жажда охватила в конце второго часа подъема. Если не найти пресную воду, то смерть настигнет их уже послезавтра. Жажда смешалась с невероятной болью в ногах и общей усталостью. Скорее бы выйти из этого адского места, напиться, наесться и уснуть в забытии. Но Саша понимал, что мысли эти глупые, не имеющие ничего общего с гнетущей жестокой реальностью. Он и сестра живы, и это уже чудо. Чудо, что он решился поехать домой к Гречкину, чтобы напоследок познакомиться с человеком, который восхищал его с детства, с человеком, который отправился туда, куда Васечкин мог лишь смотреть в телескоп. Эта поездка и последующее знакомство спасли Сашу с Катей. Но ведь я его спас, сказал Саша сам себе. Выходит, Гречкин тоже должен размышлять, как и я, о чуде, благодаря которому он все еще жив. Размышлять обо мне, о всех тех событиях, которые привели нас сюда, в этот черный тоннель, света в конце которого не видать. Но он сказал тебе, что умер уже много раз, там, на Титане. Смертью больше, смертью меньше, какая разница? Я думаю, он слукавил. Желание жить, это естественное состояние организма. Если бы ему было плевать на все, он бы не шел вперед, превозмогая злой рок, превозмогая волю высшего разума. Саша, а может проще исчезнуть? Упасть, уснуть и забыться навсегда? Закончить историю плохим концом? Нет, мы выберемся, выберемся из этого тоннеля, из этой башни, с этой планеты. С кем я только что разговаривал? Мелькнула мысль у Васечкина. Из-за всей этой нереальности и сюрреализма у меня совсем крыша поехала. Наконец-то сверху, еле различимо, стало видно луч света, робко касающийся стены. Луч этот вернул все на свои места, и дереализация, и деперсонализация, при которых окружающий мир воспринимается как нереальный и далекий, покинули разум Саши. Васечкин потряс Катю за плечо, показывая рукой вверх на свет. Конечно же, девушка не видела руки брата, но луч этот вселил радости в нее. Они ускорились, забыв о боли, только бы скорее выйти отсюда. Третья волна, пятьсот метров. Когда Юра, Саша и Катя наконец-то вышли на закрытую смотровую площадку, перед ними предстала картина еще хуже, чем та, что была внизу. На полу лежали целые семьи, которым, как они думали, посчастливилось первыми занять башню. Все они задохнулись после того, как приливные силы унесли за собой атмосферу. Весь пол был устелен трупами. Глядя на всех этих мужчин, женщин и детей, оставалось лишь догадываться, какой ужас творился тут несколько часов назад. Даже Гречкину стало не по себе от увиденного, не говоря уже о Кате. Слезы девушки ручьем текли по щекам. Саша обнял сестру и прижал ее лицом к своей груди. Из-за сильно разреженной атмосферы небо стало черного цвета, как ночью. Косая полоса Млечного Пути четко просматривалась, проходя через весь видимый небосвод, словно разрез от удара катаны. Звезды горели в разы ярче прежнего. Куда ни глянь с этой высоты, везде из-за горизонта поднималось черное небесное полотно. Но на земле был день, черное ночное небо, и одновременно светлый солнечный день вызывали ощущение диссонанса. Вскоре сущие проблемы вернули внимание завороженных Юры, Саши и Кати обратно на землю. Помещение для посетителей в Останкинской башне начинались с высоты 325 метров, где находился вип-зал ресторана Юпитер. Этажом выше был общий зал ресторана Юпитер, еще выше ресторан Останкина, еще выше третий ресторан Высота. Далее шли две смотровые площадки, закрытая на высоте 337 метров, где сейчас находились Юра, Саша и Катя, и открытая, на которую можно было попасть, пройдя выше по лестнице. Всего получалось шесть уровней вокруг основного столба башни. Выше смотровых площадок находились технические помещения, куда в прошлом посторонним вход был запрещен. После технических помещений начиналась сама антенна, тянущаяся до отметки 540 метров. Чтобы попасть на эту высоту, необходимо пройти еще 200 метров по разным лестницам. По тесной металлической маршевой лестнице со ступенями, по лестнице с перекладинами внутри самой антенны, а потом выйти наружу и дальше уже лезть по лестнице на улице, лезть вплоть до конца шпиля. Тени вытянулись. Юра посмотрел в окно. Закат не окрасил небо на западе в оранжевый цвет. Оно было по-прежнему черным. Оранжевым небо и само солнце становилось из-за рассеивания в атмосфере волн длиной, соответствующей всем цветам видимого спектра, кроме оранжевого, который не рассеивался и доходил до наших глаз. Сейчас, в отсутствии атмосферы, вместо катящегося к горизонту оранжевого солнца, цвет его был бледно-желтым. Каким на самом деле и являлся истинный цвет нашей звезды, если смотреть на нее без атмосферного искажения. Винтовые лестницы вели в точно такие же круглые помещения вниз и вверх. Первым делом втроем они спустились ниже в ресторан высота. Задохнувшиеся лежали на полу точно так же, как и на смотровой площадке. За столами, расположенными по периметру, замерев в разных позах, тоже были трупы. Кто-то застыл, завалившись грудью на стол, а кто-то, откинувшись назад, окоченел, запрокинув голову за спинку стула. Катя пыталась представить, что происходило тут, когда воздух начал утекать сквозь вентиляцию. Вот эта женщина сидела за столом и с горестью смотрела в окно на разрушенный город. Наверняка, невзирая на обстоятельства, она надеялась на то, что все закончится хорошо. А вот рядом, возле стула напротив, на полу лежит мальчик лет 12. Вероятно, перед самой смертью он сидел с ней за столом. Они о чем-то разговаривали. Скорее всего, она обещала ему, что все будет хорошо. А в это время ее муж, вместе с другими мужьями и отцами, внизу стрелял по точно таким же людям, в том числе и женщинам, желающим пробраться на башню. Ком стал снова подступать к горлу. Катя отвернулась, но смысла в этом было немного. Не было тут места, куда можно спокойно смотреть и не пытаться ощутить всю ту боль, что досталось этим бедным людям. Да и тем, что остались внизу у лестницы, у входа в башню, в жилых домах, везде. Те, кого не смыла волна, задохнулись. И такое произошло по всей планете. Катя заплакала, но тут же смахнула слезы рукой, стараясь, чтоб Саша и Юра больше не видели ее такой. Хватит, надо взять себя в руки, говорила она себе. Гречкин принес кухне пятилитровую бутылку с водой для кулера. Срезав ножом крышку, они все по очереди напились. Есть никто не стал. Юра сел возле трупа и принялся его обыскивать. Вытащил из кармана сухой телефон. В отличие от тех, промокших насквозь, что были у всех троих. И тех, кто захлебнулся на лестнице, этот работал. Проведя по сенсору сверху вниз, Гречкин включил фонарь и показал пальцем на заряд в батарее. Заряда было семьдесят процентов. Юра указал рукой на уже наполовину спрятавшийся за горизонтом солнце, а потом на фонарик. Саша с Катей кивнули. Гречкин поочередно указал руками на трупы, дав понять, что фонариков нужно много. Потом Юра подобрал винтовку и положил ее на стол. Прошел пару шагов и взял со стола пистолет и еще одну винтовку. Пистолет он оставил в руках, а вторую винтовку тоже положил на стол. Пальцем он указал на себя, а потом наверх. Потом указал пальцем на Сашу и Катю и показал, чтоб ждали тут, внизу. Те кивнули. По винтовой лестнице Юра поднялся на открытую смотровую площадку, миновав перед этим закрытую. Открытая отличалась тем, что вместо окон на ней были решетки. Трупы лежали так же, как и на других ярусах. Гречкина обуяло ощущение нереальности, потому как на такой высоте сейчас не было ветра. А все из-за того, что атмосфера стала сильно разреженная. Точнее, ветер был, ведь какое-то количество частиц газа над землей все еще перемещалось, но ощутить его из-за слабого воздействия на тело человека было невозможно. Юра пошел по кругу, пока не нашел дверь, ведущую на лестницу вверх, к техническим помещениям. Дверь была взломана, на лестнице были снова трупы. Юра прошел несколько этажей, пока не уперся в единственную закрытую тут дверь, ведущую на крышу. Гречкин выстрелил в личинку замка, дверь приоткрылась. Юра вышел снова на улицу. Из центра крыши ввысь на 200 метров тянулась сама антенна. Диаметр у ее основания составлял более 10 метров, а к самому верху она сужалась до острова наконечника. Пройдя половину круга, Гречкин нашел вход на металлическую маршевую лестницу, также уходящую вверх до отметки 530 метров, до самого конца шпиля, на котором не так давно развивался российский флаг, останется еще 10 метров. Разведав обстановку наверху, космонавт вернулся в ресторан высота. Саша собрал с трупов 12 телефонов зарядом более 50%. Гречкин провел рукой, изображая волну, и поднял другую руку вверх, пытаясь объяснить, что следующий прилив будет еще сильнее. Саша кивнул. Юра демонстративно поежился, мол, будет холодно. Саша снова кивнул. Жестом Гречкин позвал Сашу и Катю на кухню ресторана. Когда мужчины скрылись за аркой, Катя, оставаясь все еще в главном зале, увидела на полу среди мертвецов годовалого ребенка. Судя по розовым ползункам, это была девочка. Она лежала на спине, сложив руки на груди. Глаза ее были открыты, выпучены. Катя села на корточки и не в силах сдержаться, разревелась. Но тут же начала беззвучно кашлять и давиться. На самом деле звуки вокруг были, ведь все еще оставалась какая-никакая газовая среда. Но плотность этой среды была слишком низкая, чтобы передавать через ее колебания что-то, что могли уловить сенсоры в наших ушах. Дрожащей рукой Катя провела по лицу девочки и закрыла ей глаза. Из арки выглянул Саша. Он махнул сестре рукой, чтобы та шла быстрее. С кухни единственная дверь вела в подсобное помещение, в котором Юра надеялся найти сухую рабочую одежду поваров. Но кроме хлама там ничего не оказалось. Промокшие насквозь кроссовки Гречкина будут сохнуть очень долго, а скорее всего вообще не успеют высохнуть. Был бы тут космический вакуум, вода бы с поверхности начала закипать и испаряться. Но в вакууме на мокрую одежду было бы наплевать, потому что все бы умерли и никакие кислородные баллоны и гидрокостюмы не помогли бы. Юра развел руки, мол, одежды нет. Потом он оглянулся и поднял указательный палец вверх, как бы говоря, мне пришла отличная идея. Сложно сказать наверняка, изменилось ли отношение Кати из-за хладнокровного и даже, как казалось девушке, циничного отношения Гречкина к гибели людей. Но вот когда космонавт начал стягивать спортивные штаны с трупа, Катя решила, что Юра не человек, а какой-то бездушный робот. Саша, понимая, что есть большая вероятность того, что им вскоре придется лезть выше, и неизвестно насколько выше, тоже решил одеться тепло. Гречкин надел двое штанов и две кофты поверх гидрокостюма. Васечкин подумал, что одних штанов вполне хватит, а кофты надел тоже две. С обувью оказалось немного сложнее, тут пришлось мерить и подбирать удобные ботинки. Но и эту проблему мужчины решили быстро. Вскоре и Катя пришлось смириться и надеть на себя вещи мертвецов. Правда, сама она одежду с трупов не стягивала. Этим занимался Юра и брат. Потом Гречкин, не объясняя причины, снял ремни со штанов трех наиболее тучных покойников. Ремни он убрал себе в рюкзак. Солнце к этому времени село. Сумрак опустился на город призрак. Вид у всех троих был, мягко сказать, нехти какой. Заплаканная Катя с взлохмоченным каре, одетая в синие треники не по размеру. В серую кофту поверх еще одной кофты, а на ногах розовые кроссовки на липучках. Грудь и талию ее сжимал крепеж для баллона, надетый поверх так, что длинная кофта книзу расходилась будто мини-юбка. Васечкин с испуганным лицом, эйфория от осознания того, что он полетит в космос, после увиденных трупов быстро ушла. Выглядел еще более нелепо, потому как на обтягивающий резиновый костюм он надел такие же обтягивающие черные джинсы. А учитывая, что он был худощавый, казалось, что из широкого худи болтаются две веревки, его ноги. Гречкин надел на себя больше всего вещей и выглядел натурально, как космонавт в старом объемном скафандре. И стояли они все на Останкинской башне на фоне сотен трупов и с видом из окон на стертую с лица земли Москву. Если сейчас их сфотографировать и отправить эту фотографию в прошлое на месяц каждому из них и попросить мысленно воссоздать те события, которые привели их в эти обстоятельства, скорее всего никто не сможет даже близко представить, что же заставило их тут оказаться в таком виде, в таком антураже. Но на внешний вид конечно же им было наплевать. Сейчас единственной их целью было пережить волны, продержаться до тех пор, пока сфера не поглотит Луну и не сядет на Землю. Безусловно, тогда начнутся новые проблемы, но о них позже. Когда будет следующая волна, неизвестно. Луна, будучи над другим полушарием, могла приблизиться к Земле настолько близко, насколько пожелает сфера. Одно было ясно, уничтожать Землю столкновением с Луной сфера не станет. Куда проще мягко сесть и начать поглощать нашу планету. Хотя в какой-то момент, возможно, сфера раздуется, чтобы увеличить свою площадь, и тогда Земля треснет, как было с Титаном. Но это не важно, ведь как ни крути, конец близок. В случае, если Луна не изменила свою скорость и расстояние до Земли, прилив должен начаться через восемь часов, но в это никто не верил. Все трое ждали волну раньше, гораздо раньше. Готовы бежать наверх, Юра, Саша и Катя стояли возле окна и смотрели на темнеющее небо на запад, откуда вскоре должен появиться поток. Васечкин первым понял, что там вдали, на горизонте, перед волной, прозрачной стеной идет атмосферный фронт. Саша замахал руками, показывая в окно. Небо в том месте стало бледно-синее на фоне остальной черноты. Такое бледно-синее, каким оно бывает после заката, перед тем, как совсем стемнеть. Гречкин тут же побежал к столу с рюкзаками и винтовками. Синева медленно возвышалась над горизонтом на протяжении всей его видимой линии. Со смотровой площадки башни было видно в радиусе примерно ста километров, что собственно и означало, что поток ветра сейчас находится на этом расстоянии. А за ним и волна. Саша подбежал к Юре и тоже, как и космонавт, нацепил на грудь рюкзак, а на плечо повесил винтовку. Пневматический пистолет Юра выкинул, а Катин арбалет утонул в шахте. Последним делом они нацепили на лица маски для плавания, защищающие глаза и нос. Взобравшись по винтовой лестнице на открытую площадку, они все трое невольно замерли. Из-за горизонта огромным расползающимся во все стороны диском показалась горящая луна. Края ее видимой части окружности расширялись по мере восхода. Скорость движения луны была огромная, невероятная. Вот уже треть спутника вылезла из-за края земли и заняла эта треть все пространство над горизонтом, которое видно слева направо. Луна сейчас была больше в сотни раз. Огненная луна шла на низкой орбите, такой низкой, что слои атмосферы, которые она же сама и гнала, терлись об нее, раскаля каменную поверхность. Луна горела подобно метеориту, вошедшему в наше небесное пространство. Катя со страху села. Цвет был ярче тысяч солнц. День полыхал, так что пришлось прищуриться. Казалось, что бог пододвинул к земле солнце. Края диска луны колыхались, испуская языки огня, как у звездной короны. Видимая поверхность спутника переливалась пламенем. Выглядело это так, будто оранжевые узоры на раскаленных углях перетекали, становясь то желтыми, то алыми. Шар из огня закрыл собой западную половину неба. Луна полностью взошла буквально за минуту. Атмосфера от ее нижнего полукруга к земной поверхности градиентом переходила от желтого цвета к насыщенному оранжевому. Ветер и волна вот-вот преодолеют сто километров, а хватят, окутают собой башню. Гречкин помог Кате подняться, и они втроем бросились наверх. Железная маршевая лестница внутри самой антенны была очень компактной и круглой. Буквально несколько шагов ты делаешь по ступеням, и тут же выходишь на узкий пролет. Разворачиваешься, снова делаешь несколько шагов, и снова пролет. Понимая, что от скорости подъема зависит их жизнь, Юра, Саша и Катя, не думая об усталости, бежали по ступеням наверх, помогая себе руками, отталкивались от перил. Гречкин с фонариком на телефоне был впереди. Никто из них точно не знал, на каком расстоянии за воздушным фронтом движется фронт водный, но учитывая дальность до линии горизонта, вода была более чем в ста километрах от башни, может в двухстах, может в трехстах. Все трое обливались потом, но раздеваться, а потом снова одеваться не было времени. Через десять минут подъема темп их существенно снизился, но делать остановку было бы самоубийством. Лестница эта была почти в два раза ниже той, по которой они шли на смотровую площадку. Та триста сорок метров, это сто восемьдесят. Следовательно, подняться по этой они должны в два раза быстрее, то есть не за два часа с лишним, а за час, если вычесть время отдыха. Добавим сюда скорость подъема за счет крутизны самой лестницы, возможности отталкиваться руками от обоих перил, освещенности и страха, что внизу на них поднимется холодная океаническая вода и выходит, что подъем должен занять не более чем минут тридцать. Спустя еще десять минут, Гречкин смотрел на часы в телефоне, вокруг все начало свистеть, воздух возвращался, свистело недолго, меньше минуты. Как свист стих, все трое выплюнули клапаны баллонов. Стук обуви о железной ступени стал первым, что они услышали. Почти поднялись, крикнул Юра, еле выговаривая слова из-за одышки. Сейчас за воздухом вода пойдет, успеем. Если волна будет выше башни, спросила Катя, значит мы скоро умрем, ответил Юра. В который раз вы уже умираете? спросил Саша. Обсудим это, если выживем, ответил Гречкин. Если выживем, обещайте рассказать подробно про все ваши приключения на Титане, спросил Васечкин. Обещаю, но сейчас надо бежать молча, чтобы не сбивать дыхание. Они все же остановились, но лишь на пол минуты, чтобы убрать баллоны в рюкзаки. Башня начала раскачиваться на ветру, и чем выше они поднимались, тем колебания становились более амплитудными. Завывания ветра становились все громче и злее. Пришлось потесниться, когда они добрались до самого верха лестницы. Стоя втроем на последнем лестничном сегменте, они выглядывали снизу из прохода в полу маленького круглого балкончика на отметке пятьсот двадцать метров, огороженного невысокими металлическими перилами. Невероятных размеров оранжевая луна, будучи уже почти над головой, горела, словно небеса разорвались и образовали тоннель в ад. Ветер дул сильнее с каждым мгновением. Небо было наполовину окрашено в красно-желтый цвет, а наполовину на востоке все еще оставалось черным и звездным. Вдали по всей длине горизонта уже было видно волну. Синяя стена смерти двигалась на Москву, подчиняемая невидимым силам гравитации. Высоту ее пока невозможно было определить. Амплитуда движения верхушки башни достигла десяти метров. Ветер принес вместе с собой пепел. Троица спустила маски для плавания на глаза и нос. Из-за грунтовых приливов начали извергаться вулканы, произнес Васечкин. Скорее всего и Йеллоустоун тоже. Все небо начало заволакивать пеплом. Будто резко наступила зима и поднялась метель. Что дальше делаем? спросила Катя. Не знаю, ответил Юра. Или сидим тут, или лезем выше. Дождемся волны и станет ясно, сказал Саша. Да, согласился Гречкин. Тут безопаснее. Башня устоит от такого удара, спросил Васечкин. Кто же знает, сказал Гречкин. Юра, вы знаете, я так рад, что решился приехать к вам, чтоб сфотографироваться, сказал Васечкин. Еще бы ты был не рад, усмехнулся Гречкин. Если б не приехал, давно бы помер. Можно подумать, вы бы не померли. Да ладно, Саш, я шучу. Космонавт похлопал парня по плечу. Я тоже рад знакомству. Правда? Конечно, тем более, что все, кого я знал, уже мертвы. Остались только вы, вам я хотя бы могу доверять. Очень мило, ответила Катя, но было непонятно, рада ли она происходящему или нет. С одной стороны, она и брат живы, но с другой погибло все, что было. А до Гречкина ей никогда особо не было дела. Они пересекались по работе несколько раз за всю жизнь и почти не общались. Она знала, что он звезда для многих мальчишек, но у девушки были другие интересы, хотя и смежные с работой Юры. Катя грезила запуском своего космического паруса. Что ж, мечта сбылась, но вот о результатах полета микрозондов уже никто никогда не узнает. Катя тешила себя тем, что все сработает, и если промотать время на миллионы лет вперед, то благодаря ее проекту Год человечества человеческая ДНК разлетится по существенной части галактики Млечный Путь. Человек как вид будет воссоздан и продолжит заселять планету за планетой, живя в гармонии с другими разумными созданиями. Вскоре стало заметно движение волны. На фоне далеких домов в серой пепельной дымке поток казался неимоверно высоким. Будто горный хребет несся навстречу на скорости сотни километров в час. Поток был уже в западном пригороде. Мне кажется, волна примерно на уровне наших глаз, предположил Васечкин, пытаясь утешить себя. Непонятно, ответил Юра. Но если так, то мы еще сможем прожить какое-то время. Вы забываете, что может быть и четвертая, и пятая волна, напомнила Катя. Сфера поглощает луну, сказал Саша. На самом деле луна не такая большая, как вы думаете. Она просто очень близко. Я уверен, что сфера вскоре сядет на землю. Максимум будет четвертая волна, и все. Четвертой волной нас точно смоет, сказал Гречкин. Да, четвертой смоет, факт, согласился Васечкин. Но это, смотрите, точно не выше нас. Похоже, и правда не выше, сказала Катя. Гречкин до последнего сохранял скептицизм, но когда поток добрался до Мкада, то и он признал, что уровень воды ниже уровня их глаз. Перед волной, закручиваясь, пенясь и вздымаясь на высоту метров пятьдесят, клубился мусор, который поток под неимоверным давлением уносил с поверхности земли и толкал вперед, так же, как и строительный грейдер, двигаясь, ровняет перед собой песок. Ветер очень сильный, сказала Катя. Если придется лезть выше по этим перекладинам, то как мы там просидим несколько часов? Нас дует! Я все расскажу, ответил Юра. Я об этом позаботился. Пятисот метровая водная стена уже была на расстоянии нескольких километров и складывалось впечатление, что за ней ровной гладью назад до горизонта стелется океан, но не синий, а серый из-за пепла, который был повсюду. Проснувшиеся вулканы посыпали землю пеплом перед ее смертью. Так символично. Грохот от потока приближался. Сейчас тряхнет! Крикнул Юра. Перед самим ударом волны о башню стало понятно, что поток воды такой высоты шел не вертикальной стеной, а крутым спуском. В первые мгновения башня приняла на себя удар своей нижней частью, помещения которой моментально оказались затоплены, что сделало центр тяжести башни еще ниже, а саму башню устойчивее. Держитесь! Заорал Юра. Васечкин тоже заорал, но не слова, а просто начал кричать, видимо, от страха. Волны от удара о башню окатили всех троих. Верхушку антенны мотнуло на восток с такой силой, что Катя слетела вниз со ступеней напролет, а Васечкин ударился головой о порог выхода из лестничной шахты. Парню повезло, что удар пришелся по пластиковой маске. Один только Гречкин, уперевшись руками перед собой, остался на месте невредим. Антенна так и осталась, подчиняемая потоку, наклонена по его направлению. Раскачивания были, но мизерные по сравнению с тем, что было на ветру. Уровень воды практически достиг балкона, вода снизу прибывала. «Надо лезть!» крикнул Юра. «Сейчас вода с шахты поднимется до нас!» Саша огляделся и понял, что они находятся будто бы в центре океана, а возле них из воды торчит мачта корабля. «Саша, давай ты первый!» «Потом Катя!» «Потом я!» Васечкин осторожно вышел из проема и тут же, не разгибаясь, схватился за антенну. До самой верхушки шпиля было еще 20 метров. Вдоль столба антенны шел еще один металлический столб, тонкий, тоже 20-метровый, из которого торчали горизонтальные перекладины. Этот столб с перекладинами приваренный к антенне и являлся лестницей. Саша обнул столб и прижался к нему щекой, будто к родной матери, которую не видел много лет. Ткани его одежды хлопали на ветру, а волосы развивались. Если отцепиться от лестницы, то потоком ветра тут же снесет воду. Ветер был сильнее, чем при любом земном урагане. Холодная, практически ледяная вода северной части Атлантики начала бить фонтаном из шахты лестницы. Одежда Юры и Кати промокла, но гидрокостюмы под низом позволяли пока сохранять тепло. Я не могу! кричал Саша. Меня сдует! Лезь вверх! Мы тут по грудь в воде стоим! кричал Гречкин. Васечкин, робко переставляя ногами, мертвой хваткой цепляясь за перекладины, поднялся выше на три метра. Следом вылезли мокрые Катя и Гречкин. Фонтан выплескивался из шахты. Уровень воды поднялся, затопив смотровой балкончик и остановился. Гречкин протянул стоящему выше Саше ремень. Держи! кричал Юра. Прокинь его вокруг талии и застегни через перекладину! Вы с ума сошли! Как я одной рукой это сделаю? Твою мать! Выругался Юра про себя. Гречкин полез прямо на Васечкина и когда грудь Юры поравнялась задом Саши, космонавт, держась одной рукой за перекладину, второй рукой дал Саше ремень. Держи этот конец! Держу! Гречкин обеими руками схватился за обе перекладины и подтянулся к лестнице, прижимая Васечкина к ней же. Задачу осложняли мешающийся за спиной парня рюкзак и винтовка. Я тебя держу! Застегивай ремень! Саша отпустил обе руки и, упираясь спиной в Юру, застегнул ремень за лестничным столбом. Готово! Юра пополз вниз, а Васечкин так и остался прижатый ремнем к столбу. Руками Саша вновь вцепился в лестницу. Таким же образом Гречкин обошел сзади Катю и прижал ее к столбу. Она застегнула ремень и тут же обняла сам столб. Юра встал сбоку от Кати на ее уровне по высоте на метр выше балкона. Девушка теперь могла освободить руки, хотя это было страшно, мало ли ремень не выдержит, и помогла Гречкину застегнуть ремень к залестничным столбам. В итоге Васечкин стоял наверху в полуметре от Кати и Юры, которые тесно прижимались друг к другу, еще и прижимались ремнями к столбу. Стоять было крайне неудобно, но зато более безопасно. Голова Гречкина была сбоку от Кати, в двадцати сантиметрах от нее и чуть сзади. Он вдруг обратил внимание на профиль ее лица. Пышные губки, кругленькие аккуратный носик за маской и глаза. Глаза было плохо видно все из-за той же маски. У Юры даже мелькнула мысль, а что если она вскоре останется последней женщиной вида Homo sapiens и ему с ней предстоит в будущем восстанавливать популяцию? Не время для таких мыслей, а хотя что ему еще делать? Теперь надо переждать волну, стоя вот так вот, прижимаясь к симпатичной девушке несколько часов. Ну, как вы? крикнул Гречкин. Как? раздался голос сверху. Очень интересный вопрос. У меня все плохо, моя планета вскоре погибнет, а вы как? Я имею в виду, сможешь ли ты так простоять там? А куда я денусь? Даже если я подохну тут, я так и останусь прихованной к этой лестнице. А ты как, Кать? спросил Юра. Не знаю, ответила она. Никак, на все воля стихии и высшего разума. Нашли время для философских ответов, сказал Юра. Нормально, что ли, ответить сложно. Последнюю фразу он произнес уже тихо, сам себе. Ветер свистел, вокруг был океан, покрытый пеплом. Серые цвета преобладали, куда ни глянь, не считая огненной луны, краем которой уже коснулся восточной линии горизонта, а другой ее край был все еще над головами. Шпиль Останкинской башни торчал на 20 метров из воды. Казалось, будто все это сюрреалистичная картина художника, фантазирующего на тему постапокалипсиса. Кругом до горизонта во все стороны была вода и пепел, который несся в потоке воздуха. Водный поток практически не ощущался, если не смотреть себя под ноги, где вода с огромной скоростью с двух сторон огибала конец башни. А вот ветер и горизонтальная пепельная метель ощущались еще как. Все трое повернули головы на восток от ветра. Во рту стоял привкус горечи из-за попавшего туда вулканического пепла. Друзья, все книги Макса Максимова продаются в книжных магазинах в бумажном варианте. А по ссылке в описании они лежат бесплатно на автор тудей. и - тудей. Продолжение следует...